Привет, я Ваня. Давай нарисуем сегодня портрет Бакс Бани из мультика. Он с такими двумя ушами, очень классный. Рисуем очень просто и ярко. На белом листе бумаги возьми плотный лист бумаги маркером или фломастером и будем раскрашивать вот такими акварельными красками. Начинаем, будет просто, будет здорово и очень-очень-очень-очень забавно, потому что мы вспомним что-то из мультиков. Вот. Давай так, начнем. Кломастер, хватай и начинаем. Сначала носик. Вот такой вот треугольничек или ромбик, такой носик. Носик самое вот основное. С него всего начнем, а дальше начнем щечки рисовать. Ротик с большими зубами, большие глаза и уши. Нужно, чтобы на все нам места хватило. Мы начнем сначала щечки. Щечки в разные стороны. Раз щечка и два щечка. Такие две щечки, такие две горки ты нарисовал. Полугорочки такие. Отлично. Теперь нарисуем сразу верхнюю губу. Она улыбается и он всегда веселый. И, конечно же, зубы. Зубы у него потрясающие морковку. Он любит. Нарисовал. Здорово. Теперь ротик у него в улыбочке. Раздвинут. И, конечно же, вниз вот такой полукруг. Раз и два. Это его ротик. В ротике мы нарисуем сразу язычок. Язычок. Получилось здорово. Та-да-дам. Теперь нижнюю челюсть. Вот так закрываем ротик. Отлично. У нас уже получилась такая вот нижняя часть рожицы его портрета. Но еще нету верхней. Давай ее закончим нижней и пойдем к верхней. Заканчиваем. У него здесь такие волосики. Она такая неровная. Раз, два, три. И сюда идет. А теперь раз, два, три. И сюда идет. Вот такая вот. Здесь вот так ротик идет. Отлично. Получилось здорово. Теперь получаем, рисуем глазки. Глазки такие полукругие. Вверх они очень вынят. Вытянутые. Вот прям вытянутые. Рисуем вытянутые. Вот такие вытянутые. Вверх они смотрят. Ага. Здесь два зрачка рисуем. Два зрачка. И такие вот знаешь, как похожи. Они больше на такие буквы С. Буква С. Здорово. Пи-би-би. Две палочки. И уже сразу похож на кролика. На зайца, по крайней мере еще. Не очень похож, потому что нет ушей. Но мы это сейчас исправим. Нарисуем бровки. Так, два полукруга сверху. Отлично. Здесь чубчик. Оп-оп-оп. Три таких остреньких зубика. И, конечно же, уши. Уши важные. Для кролика ушные важные. Значит, смотри. Чтобы сразу получилось, сразу точечки поставь. Где они будут идти? Вот сюда. И сюда уши будут идти. Тогда тебе сразу вести будет легче. Отсюда будем вести. Начало уха будет. Вот тут. Раз. Вот так. И раз. А теперь второй сразу рисуем. И два. Сразу здорово. Теперь вот здесь еще толщину покажем уха. И отсюда. Теперь смотри. Отсюда ведем. И раз. К точечке сразу. А здесь. И два. Легче, когда точечки стоят. Тебе отрисовать легче. Теперь внутренние вещи. Просто повторяю внутренние дырочки. Чтобы он слышал. Наш кролик был. Баксбани. Не глухой. Уже совсем получилось. Здорово. И очень похоже. Вот так заканчиваем здесь. И конечно же нужно усики нарисовать. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу. И заканчивай. А мы продолжаем раскрашивать. Убираем маркер. Кладем его. Нам он больше не понадобится. Подвинем рисунок посерединке. Чтобы он нам хорошо был виден. И начинаем раскрашивать. Раскрашиваем сейчас акварелькой. Это сложно. Нет. Я думаю это просто. И краски у нас очень яркие. Раскрашиваем. Так. С чего начнем? Давай начнем с серенького. Серенький сложный. Но мы его сразу и сделаем. Смотри. У нас в акварели есть белый цвет. Не так часто он пользуется. Но сейчас как раз мы возьмем побольше воды. Побольше белого. И сразу проведем. Вот здесь сверху. К ушам. На ушах. По ушкам проведем. Так. Раз. Проводим. И здесь два. Они белые остались. Ты скажешь. Это совсем не серый цвет. А кролик с бакс бани у нас серенький. Да. И мы его макнем чуть-чуть. С черненького. И вот так проведем сверху. И здесь сверху. Такие ляпы. Они не очень красивые. Мы помочим краску. Кисточку еще раз. И начнем размазывать. Эту серую краску. По его ушам. Прямо размазывать. И вот эти вот посерединке дырочки. Мы их не будем замазывать. Это сложное задание. Я согласен. Но в мультике это не просто так. Ты уже вырос и можешь рисовать. И теперь вот этим белым и серым цветом. Сначала белым мы мажем мордашку. Белым. Потом немножко дотрагиваемся до черного. Немножко. Немножко. Совсем немножко. И проводим здесь. И когда он смачивается и смешивается с белым. Получается серый. И мы смешиваем наши краски прямо на листе бумаги. А так как у нас плотный лист бумаги из альбома взят. Мы отлично это делаем. И у нас бумага не портится. И не скамкивается. Получился серый кролик. Здорово. Покрасили. Здорово. Теперь смываем. Смываем. Вот тщательно смываем. Это очень важно. Смыть тщательно краску. Чтобы она была чистая кисточка наша. И можно вытереть. Чтобы она была сухая и чистая. Готова к следующему цвету. А следующий цвет у нас будет красный. Берем алый красный цвет. Мне всегда нравится рисовать красным цветом. Он очень сочный. И конечно хочется побольше нарисовать. Но здесь только ротик. И старайся не выходить за края, когда ты красишь. Прям старайся это сделать. И уже если ты стараешься, уже будет хорошо. Получился здоровский красный ротик. Но знаю, здесь он темный, а здесь светлый. Язычок оставим светлым. Макнем черную краску нашу кисточку чуть-чуть. И сверху добавим немножко черного. Черный еще чуть воды. Черный смешается с красным. И получится такой темно-красный. Можно сказать бордовый. Можно сказать просто темно-красный цвет. И уже будет гораздо лучше. Прям почти как в мультике. А чего и хочется сделать. Сделать такой же рисунок как в мультике. Чтобы он не отличался ничем. Вау. Получается очень хорошо. Мне нравится мой рисунок. И я думаю, как же мне сделать так, чтобы мой кролик был еще с таким носиком красным. Но в то же самое время не совсем красным. Из-за этого я возьму, намочу кисточку. И она будет мокрая. Макну носик. И дотронусь до красного. И дотронусь до этой вот мокрого носика. Он чуть-чуть становится красным. Я еще смочу кисточку. Вытру еще раз. И он получается розовым. Что я и хотел сделать. Этот же розовый я использую сюда. Я таким же способом беру немножко красного и побольше воды. И вот сейчас, когда я красный взял, я начинаю размазывать этот размазку. И называется такая вот акварельная такая техника. Когда ты добавляешь много воды и мало краски. И, к примеру, из красного ты сделать может розовый. Будет очень здорово. Бакс Банни мне всегда нравился. Он всегда такой веселый. Но, с другой стороны, он не дает себя в обиду. И, в общем, может за себя постоять. И когда охотник на нем охотится. Особенно новые есть мультики. Конечно же, современные мультики. Они сейчас новые и вроде веселые. Но я часто смотрю старые мультики, которые я смотрел в детстве. Бакс Банни. И поэтому мне он так и нравится. Собственно, с детства. Герой, любимый из детства. Бакс Банни. Рисовал я мультик сегодня нашего Бакс Банни. Для мальчика Аркаши. Который участвует в Рыбокит Клубе. И много рисует. Спасибо тебе, Аркаша, за то, что ты рисуешь. Этот рисунок для тебя немножко сложноватый. Но я знаю, ты растешь. И у тебя все лучше получается. Давай сейчас закончим нашего Бакс Банни. Сделаем его потрясающе веселого. Мы возьмем и обведем кружочком наш Бакс Банни. Так вот обведем. Так, вот так, вот так. Водой. Водой, да. Водой. И тут же возьмем, к примеру, ярко-синий цвет. Очень мне он нравится. Но редко его используешь. А здесь как раз можно использовать и сделать заставку нашего любимого мультика. То, что мы и делаем. Побольше воды, побольше синего. И тут же мы пробуем такую технику, когда мы уже налили воды. Капаем синего, а она сама растекается. Наша краска и получается очень даже яркий цвет. Кружок получится. Может быть он не очень ровный получится. Но я думаю, ты не переживай. Ай-яй. У меня он тоже не супер ровный получился. И мы рисуем и закрашиваем. Здесь вот мы будем закрашивать все, кроме самого Bugs Bunny. Мы стараемся это сделать ровненько и сочно. Кое-где тогда мы выделим самого Bugs Bunny. Что у него шкурка, вот здесь вот мордочка, она белая. Она яркая и белая. И научимся заодно так размывать нашу красочку. Чтобы она была такая акварельная техника. Немножко синего. И вот наш рисунок готов. Так обводим. Еще, еще круче, еще круче. Вот так. Вау. Вот так. И Bugs Bunny готов к новому мультику. Спасибо, что ты рисуешь со мной. На канале Рыбакит я буду продолжать, продолжать и продолжать рисовать мультики. И всегда что-то новое ты увидишь. Подписывайся на канал на YouTube. Если тебе нравится смотреть ролики в высшем качестве. Там всегда что-то новенькое есть. И много очень старых работ. А если ты любишь общаться, то приходи в Instagram. Обязательно приходи в Instagram. Там ты можешь мне написать письмо. Прислать свою работу. Что особо важно. Прислать свою работу ты мне можешь, сделав stories в Instagram. И маму можешь попросить это сделать. Всего лишь надо нарисовать рисунок, сделать stories, написать Рыбакит 3. Кажется, чтобы я увидел твою работу. Поставил лайк и добавил ее к себе на страничку в Instagram. И тут же порадовался за тебя. Такой рисуночек у меня получился. Вау. Все. Сегодня закончен рисунок. Мультяшки сегодня закончены. Я возвращаюсь к осени. Краскам осени. Желтые, оранжевые, красные, коричневые. И немножечко, немножечко синего. Хороших рисунков. Вау. Продолжение следует...